Девушки отдыхают Ну, такая тема. Огирок. И Светлана зараз говорила, что справжнего человека хочется сравнивать с огирком. Я перепрошу за такое сравнение. Ну, тема навеяла. Но, переходя к человеческой теме, вот взагалі от стрижень человека, от чего он залежит? Ну, как глубоко копает. Вот такая харизма. Ну, а как копнуть, когда такая личность присутствия, нужно копать глубоко. Прежде всего, я думаю, что стержень мужчины зависит от его характера. Если характер мягкий, то и стержня нет. Если у мужчины твёрдый, крепкий характер, то... Твёрдый, крепкий, как огурец? Да, да, да. Всё в порядке. То ему мужик выглядит огурцом. А кто, кроме вас, ещё огурец у нас на эстраде? Ну, у нас именно на Украине или в России? Ну, кого хотите, называйте. Для меня огурец – это Коля Басков, Филипп Киркоров, Иосиф Давыдович Кобзон-Огурец. Ну, мы полностью сгоднее. У нас первый огурец на нашей эстраде – это Михаил Михайлович Поплавский. А помоложе? Помоложе кто-то. Все какие-то такие уже соленоватые огурчики. Ну, кто помоложе? Ну, у нас все огурцы. Витя Павлик и Саша Пономарёв. И... Да, много. Сейчас кого-то не назову огурцом, обидятся. А можно личный вопрос? Паша Зебров, да. Звучайно. Можно личный вопрос? А вы женаты? Нет. А почему вы до сих пор не женаты? А потому что мы не расписываемся. А, то есть вы живёте в гражданском браке? Да. Так. А ты ещё глубже. А я тут сидя, да? Святанко. А я хочу снова ж таки до лирики, потому что враньце хочется почути от талановитої люди какие-то и хорошие рецепты. Вот. Чим харчуется? Вот, власне, как начинается день? Потому что, переважно женщинам интересно, вот чем годовать своего человека, чтобы он был таким мощным и таким характером, бойовым? У меня предпочтения к еде очень такие маленькие. Я помню интервью Лаймы Вайкуле, она сказала, что можно обойтись маленьким тостом. Ведь желудок человека настроен на приём пищи 250 миллилитров. Маленьким тостом в хорошей компании, да? Да, маленьким тостом в хорошей компании. Но, конечно же, это овсяночка, это салатики, это фреш. Я очень люблю тыквенный фреш утром, морковно-тыквенный обязательно. У меня соковыжималки просто летят. Буквально 2-3 месяца я покупаю новый, потому что я каждый день давлю соки свежие. У нас же люди как, покупают соковыжималку, два раза сделал сок и поставил куда-то, потому что мыть неудобно. Я точно так же делаю. Скажите, огуречный сок вы пьёте? Огуречный сок не пью, но ем огурцы постоянно, свежие зимой и осенью. Дело в том, что вот именно в огурцах содержится структурированная вода. Это единственный плод, в котором есть структурированная вода. Она очень полезна организму, потому что она возобновляет наши клетки, помогает им восстанавливаться. Деление клеток происходит благодаря именно структуре воды. А вот, например, когда вам нужно... Вы композитор, вы пишете музыку. Вы перед этим едите какой-то особый фрукт или что вас вдохновляет? Что происходит с вами? Я захожу в Фейсбук, смотрю новый пост Светланы Вольновой, смотрю на свету и у меня сразу появляется новая музыка. Правда? А на Олесу? На Олесу я тоже постоянно смотрю. И в программах, и мы вместе принимаем участие. Но мы же друзья в Фейсбуке, так что, Никола, я просто пишусь тем, что мы знакомы, потому что, знаешь, твои песни – это как дарунок доли, это всегда свято. И мелодика, мелодика, как така, вона сегодня трошки сникает. И не так просто написать, действительно, талановитый хит. Хит настоящий, 100%. Как это происходит? Как эта музыка прилетает к тебе? И когда приходят эти мелодии? Вночь, врань, ввечери? По-разному, Оля. Я просто, наверное, Бог дал мне дар писать мелодии. Ведь много людей сочиняют песни. Но не каждому композитору дано написать шлягер. Как-то оно так складывается, эта вся пятнашка. Оттуда, из космоса. Да. Когда пишу песню, я всегда ощущаю себя стаканом, знаете, в который наливается вода. С усудом. Да. И вот оно льется, 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 и через край переполняется. И тогда получается песня. Буквально 10-15 минут, и получается хорошая песня. Очень хочется вот это льется, льется, льется. Сейчас как раз таки услышать. Спойте для нас. С удовольствием. Для всех вас, друзья, спевает Никола в нашей программе «Нехай вам буде кольорово». Только раз нам дано все пройти, Все понять и найти все пути. Что ведут сквозь туман и снега К той реке, к тем родным берегам Где обычное счастье живет Где нас кто-то, наверное, ждет Где любовь нас манит и зовет Мы плывем на лодочке Парень без сыркой своей Заливаем нас дождь В этой суматохе дней Мы плывем на лодочке В неизвестные края Грозом и ветром на зло Веру и любовь храня Яркий день, летний дождь и цветы Целый мир, все, что так любишь ты Мы летим, мы плывем, мы бежим На все сто нам с тобой надо жить Выбираем друзей и мечту Выбираем свою высоту И всегда ловим жизнь на лету Мы плывем на лодочке Парень без сыркой своей Заливаем нас дожди В этой суматохе дней Мы плывем на лодочке В неизвестные края Грозом и ветром на зло Веру и любовь храня Мы плывем на лодочке Парень без судьбы своей Заливают нас дожди В этой суматохе дней Мы плывем на лодочке В неизвестные края Грозом и ветром на зло Веру и любовь храня Мы плывем на лодочке Парень без судьбы своей Заливают нас дожди В этой суматохе дней Мы плывем на лодочке В неизвестные края Грозом и ветром на зло Веру и любовь храня Грозом и ветром на зло Веру и любовь храня Мы плывем на лодочке Ніко Петра, браво! Спасибо, Света Ніко Петра, браво! Ну что ж, цією чудовою піснею Ми завершуємо цей тиждень А на наступному тижні Ви побачитеся з нашими колегами Нікою і Ларисою Оставайтесь на первом А з вами були Светлана Вольнова І Оля Сунька До зустрічі! Пока! Субтитрувальниця Оля Сунька Субтитрувальниця Оля Сунька Оля Сунька